здравствуйте продолжаем разбираться в различных аспектах кубера и сегодня будет видео скажем так по заказу ну если можно так сказать дело в том что ко мне обратился мой коллега говорит слушай у меня проблема я уже вторую неделю не могу сдвинуться с одной точки вот уперся и и все и вот встал ну у всех такое бывает наверное да когда вот делаешь делаешь что-то делаешь и вот какая-то вот фигня вроде бы и вот не может дальше продвинуться и требуются ну скажем так взгляд со стороны ну либо пойти переспать и утром вернуться к проблеме либо начать все сначала не обращение момента что делал ну человек уже две недели мучил сказал нет артур давай-ка ты посмотришь это дело если чего запишешь видео коллега хороший человек добрый очень часто помогает мне я ему помогаю периодически тоже вот поэтому отказать как бы было бы странно решил заняться его проблемы но тем более взяться стороны чего бы и нет проблем на самом деле очень простая банальная до безобразия есть чарт бит нами который разворачивает кавку и коллега решил развернуть бит нами развернуть кавку при помощи бит нами но не просто так а по секьюрному то есть везде где можно врубить ссср зачем-то и у него не получилось вот давайте разберемся как в кавке верни в чарте бит нами врубить ссср и древиальная задача сразу хочу предупредить о том что это видео не посвящено кавк как таковой то есть приложение кавка мы рассматривать не будем мы просто будем рассматривать home chart проблемы с чартом ну и как с ним бороться значит второе о чем хочу сказать есть некий порог вхождения в это видео то есть у вас должен быть какой то набор знаний который ну который должен быть иначе не знаю поймете в очень мельник говорю ли не о чем и не поймете о чем я говорю во первых вы должны знать что такое со цель как она устроена что такое сертификаты и прочее что с этим связано что вы с şekilde катсерож покой到 клиент как они общаются и так далее не знаете не поймете разумеется вы должны знать kubernета с ну достаточно глубоко, то есть вы должны понимать, как образуются имена, что такое сервисы, что такое Hiddle сервисы, вообще, что такое Deployment Stateful и так далее, то есть у вас должны быть знания по кубу, достаточно хорошие, достаточно, ну, middle, скажем так, ну, как минимум, наверное. Разумеется, вы должны не в первый раз видеть внутренности Helm Chart, то есть вы должны понимать, что такое Helm Chart, зачем они, как они устроены, что-то внутри и почему. Вот, соответственно, вы это должны знать обязательно, иначе, ну, повторюсь, вы ничего не поймете. Ну, и раз пошла такая пьянка, я решил воспользоваться случаем и перейти на другую среду разработки. Как говорит моя дочка, эти собаки-сутулы из JetBrains перестали продавать нам ключи на свои продукты, политика, шмалитика, собаки-сутулы. Короче, перейду на Microsoft Visual Studio Code, JetBrains в току. Вот, конечно, Microsoft Visual Studio Code, он немножко хуже, где-то там чего-то, но если нам не продают это дело, идите лесом, господа, будем работать на том, что есть. Ну, теперь суть, суть. Коллега, когда передавал мне данную тему, он передал мне все свои наработки, которые он пытался сделать, в том числе он передал values-файл под соответствующий чарт, он передал мне свою записную книжку, как он генерировал сертификаты и что к чему у него там с этими сертификатами. И сказал, вот, чего-то у меня не работает. Ошибки какие-то невнятные, ошибки какие-то непонятные. Все, не могу, разбирайся дальше сам. Ну, давайте начнем, пожалуй. Как я уже сказал, буду использовать Microsoft Visual Studio Code, поэтому сразу запилим новый проект. У меня VSL, соответственно, есть. Visual Studio Code работает с VSL. Значит так, где-то здесь у меня есть папочка Projects и здесь я создам, допустим, Kafka SSL директорию. Вот ее мы будем использовать в качестве проекта. Так, Kalamane Projects, Kafka SSL, оки-доки. Так, это у нас Kafka SSL проект. Значит, сразу же здесь давайте инициализируем git, ну, потому что без гита жизнь трудна. И начнем здесь с нуля колдовать. Потом, естественно, это добавлю в гитхаб, там, где у меня репозиторий YouTube, в отдельную ветку. Потом ссылочка будет под видео. Значит, сама среда, где я буду работать. Естественно, у меня все настроено, что касается пластера Кубера. Кубер у меня находится локально на машинке, виртуальные машинки у меня здесь. В общем-то, это Кубер версия 1.28, Ctrl нода 1, 4 Worker ноды. Ну, достаточно знакомых, кто видел видео, смотрел видео, знает про этот кластер. Я подробно про него рассказывал. В принципе, в Visual Studio Code есть модуль под названием Kubernetes, который у меня уже тоже настроен на работу с этим кластером. Вот здесь у меня это все присутствует. Ну, соответственно, информации о нодах и прочем. Впрочем-прочем, здесь можно посмотреть, оно все здесь есть. Кроме всего прочего, модуль Kubernetes видит ваш локальный хелм репозиторий. То бишь, если я вот сделаю так, ну, допустим, меня интересует репа Kafka, который у меня есть. Это локальный хелм, который у меня здесь на этой же машине есть. Естественно, он его видит. Все репы, которые здесь есть, в том числе, вот, допустим, Вьетнами, Кавка. Где у меня тут... То-то-то-то, где тут Вьетнами был. Вот он, Вьетнами. Соответственно, где-то здесь у меня есть и Калэмэне. Вот у меня есть Кавка. Соответственно, все хелмчарты, они здесь доступны и можно, в принципе, не мучиться в командной строке и вытаскивать информацию при помощи данного модуля. Ну, естественно, он имеет возможность подключения к различным облакам, но облаками я не пользуюсь по определенным причинам. Вот, поэтому будем пользоваться вот так локально. Естественно, пользоваться вот этой штукой для работы с кластером Кубера не очень удобно, поэтому где-то там у меня есть линза. Куда уже без линзы при работе с Кубернет в нынешнее время. Как мы поступим? Что мы будем делать? Ну, во-первых, я у себя в проекте сделаю свой хелмчарт. Я очень часто делаю, вы, наверное, обратили внимание, я часто делаю чарты обертки, в которые необходимые чарты я вставляю как сабчарты. Ну, это удобно лично мне. Во-вторых, мне удобно так работать с чартами Varga CD при помощи чартов оберток, и вот аналогичным образом я поступлю здесь. Я сделаю сабчарт, причем я его сделаю вручную, потому что, ну, мне на самом деле здесь темплейты не нужны, мне нужна только информация именно по чарту и сабчартам. Соответственно, здесь у нас будет чарт yaml. Это файлик описания нашего чарта, вам он знаком. Разумеется, у меня уже все это есть, я это уже все делал, и как бы шаблоны, шаблоны всех этих файликов у меня присутствуют. Ну, то есть, это у нас upversion name. В принципе, можно все добавлять вручную здесь, но в отличие от этих самых собак сутулых, здесь не очень удобно работать с чартами, поэтому приходится практически все писать вручную. Но подсказочки некоторые иногда он дает. Так, смотрите, это чарт обертка. Нам нужно, видите, поддает подсказки, dependencies. Нам нужно указать сабчарт, который мы будем использовать. Будем использовать сабчарт, назовем его Kafka. Вот таким образом. Так, дальше, condition. Это условие, по которому он будет включаться. Ну, стандартная штучка. Это будет Kafka enabled. Тоже вам знакомая вещь. И дальше репозиторий. Значит, в каком репозитории мы его будем брать? Вот здесь мы обратимся уже к нашему kubernetes и посмотрим чарт. Значит, вообще-то, когда я делал коллеги работу, чарт был 2.681. Вот. А сейчас 2.683. Если я тупо, я так забегая вперед, скажу, что если я тупо повторю то, что было в 2.681 и попытаюсь запустить кавки версии 2.683, нас ждет маленький облом. Ну, я про этот облом знаю, я вам расскажу, поэтому сразу же буду переработать в версии 2.683. Значит, inspect chart. Это у нас информация о чарте. Здесь, кстати, вылез файл, но мы его не отсюда будем брать. Нас интересует вот эта репозитория. Откуда он берет репозитория? Там у него есть сабчарты. И вот сейчас очень модно использовать репозитории в оси i, так называемый URL. То есть, как у нас там, протокол оси i идет. Это что такое? Это, сейчас такая фишка, чарты можно складывать в те же самые хранилища, где хранятся контейнеры. Ну, вот, допустим, докер-регистри. Они взяли и разместили свои чарты. Соответственно, все плюсы докер-регистри это логины, доступы и прочее, прочее, прочее. Вот. Не надо делать свой отдельный веб-сервер, регистри включили и там все есть. Ну, вот, воспользуемся соответствующим OCI репозиторием. И версия чата. У нас версия чата. Где наша версия чата? Вот она. 2683. Вот. Соответственно, таким образом мы подключаем сабчарт. Стандартная процедура. Дальше, традиционно, мы должны подготовить values-файл для нашего чарта. Values-файл мы вытянем. Что-то я перешел опять. Вытянем прямо вот отсюда. Здесь есть возможность fetch values. Мы получаем этот values-файл. Просто его копируем. И здесь делаем файлик values. Так. Создать файл. Values. YAML. Значит, у нас это сабчарт Kafka. Поэтому его values мы помещаем вот сюда. Так. Вот. Не надо лишнее мне подставлять. Так. enabled. True. Это наш флаг. И, собственно говоря, вот values-файл. Только он, конечно же, здесь будет вставлен. Черт, проклятые рудники. Вставлен немножко криво. Да. Почему-то вот так криво. подвинем его. Проверим. Угу. Все. Хорошо. Это файл Kafka. Значит, у самой Kafka есть subchart. Subchart. Ну, в этом можно убедиться. Просто опять же, посмотрев dependencies. Видите, он говорит, что я от ZooKeeper завишу. Еще какой-то common там, чарт у него. Значит, ну, меня интересует чарт ZooKeeper. Я от него тоже возьму values-файл. Здесь нельзя провалиться, к сожалению, вовнутрь. Поэтому вот у нас ZooKeeper. Он 12 какой-то версии. Ну, скорее всего, 12 последняя будет. Давайте возьмем от него values-файл. Так, это у нас ZooKeeper values-файл. И здесь должен быть subchart ZooKeeper где-то в конце самом. Трам-пам-пам-пам. Так, нет, это external ZooKeeper. Вот, это наш ZooKeeper. Хотя, не буду я сюда вставлять. Я потом вставлю только то, что мне будет нужно. Только то, что мне будет нужно. Сейчас пока оставим как есть. Ну, ладно. В любом случае, в любом случае, мы с вами чарт и values сделали. Последнее, что нам нужно еще сделать, это добавить файлик с документацией. Мы здесь будем с вами писать документацию. Так. Кавкард. Чарт. И потом буду добавлять здесь все, что касается документашки. Так. Предварительно мы сделали. Предварительные действия мы сделали. План работы будет очень простой. Сначала мы запустим данный чарт. Мы его настроим базово, без SSL, без поддержки SSL. Убедимся, что он вообще работает. То есть, Кавкард с ZooKeeper работают, что они завелись и все хорошо. Когда мы убедимся в этом, мы начнем включать SSL. То бишь, мы начнем выписывать, разбираться с сертификатами, как включить SSL, проверки и запускаем. В итоге мы должны получить итоговый, скажем так, файлик values с уже включенными SSL и все, что у нас работает. То есть, конечно, это можно будет сделать. Итак, создадим свой собственный файлик под названием values. Ну, допустим, k1.yaml. Почему k1? Не знаю, потому что. Значит, у меня он уже заготовлен, чтобы не терять времени и не писать его с нуля. Я его просто здесь распишу и расскажу, что к чему. Значит, кроме всего прочего, мы открываем файлик values, который у нас по умолчанию, чтобы можно было это все увидеть, откуда мы чего взяли. Ну, вы помните, да, файлик values, который вы делаете, он просто переобреляет некоторые параметры основок values файла, который у нас здесь был. Значит так, global storage class. У меня используется в кластере kubernetes, мы будем использовать персистом volume, соответственно, ваш кластер kubernetes должен поддерживать какие-то персистом volume, соответственно, у вас должны быть какие-то storage классы. Вот у меня есть единственный storage класс, он называется managed nfs storage. Его я буду использовать. На самом деле, это nfs сервер и диски, которые персистом volume, будем разопрашивать, они будут на nfs сервере. Значит, в разделе global, вот раздел global, есть раздел storage class, я его тут явно определяю. Следующее, кластер domain, кластер local. Дело в том, что и кафка, и кизу кипер, они общаются между собой, между своими как бы нодами в кластере, и они обращаются по именам. Соответственно, мы должны четко знать, какое имя, вернее, сказать нашему чарту, какое имя будет у наших вот этих подов DNS и так далее. В этом очень большую роль играет, какой у вас домен был использован для кластера. И, ну, если вы ставили по умолчанию кластер local, ничего не делали, то можно было бы значение по умолчанию оставить, потому что вот здесь, вот видите, значение по умолчанию кластер local. Но я переопределил на всякие пожарные суда, перенес это определение. Если вдруг другой домен, обязательно здесь исправьте. И потом, кстати, это имя учитывайте, это домен учитывайте в именах, когда будете сертификаты делать. Опять же, поскольку нам очень важно, очень важно иметь конкретное имя у этих подов, в доменной системе имен имеется в виду, да, не имя, ну да и имя пода как таковое, нам потребуется жестко гвоздями прибить имена при помощи name override и full name override. Если этого не делать, вы запутаетесь с выписыванием сертификатов, и там на самом деле будет достаточно большая проблема. Поэтому вот если вы здесь указали Kafka, потом мы с вами увидим имена, вы в сертификатах должны будет там писать Kafka, там брокер, Kafka, zookeeper и так далее, вы это увидите. Если вам нужно будет поставить еще одну Kafka в тот же самый namespace, да, то у вас уже будет здесь нужно будет явно указать другое имя. Повторюсь, имена важны, поэтому мы здесь жестко гвоздями прибиваем имя, чтобы не было никаких разночтений. Image debug false по умолчанию, но давайте мы его включим, сделаем true. Дополнительная debug информация из контейнеров, которые будут тут у нас Kafka и zookeeper. На стадии отладки имеет смысл включать и явно указывать. Так, это у нас был раздел image. Ну сами варианты где чего брать мы не перепределяем. Full policy if not present по умолчанию меня устраивает, поэтому только debug false. Дальше, контроллер. Контроллеры нам не нужны, хотя по умолчанию, сейчас давайте так буду сворачивать потихонечку здесь, чтобы не сократить потом. Так, контроллер по умолчанию реплик аккаунт 3. Значит, заказчик, который когда мне передавал свои требования, говорил контроллеры мне не нужны, поэтому контроллеры мы того. А вот брокеры, брокеры ему нужны. Он взял сказал мне вот три брокера, пожалуйста. Поэтому в разделе брокер я делаю реплика каунт 3 и добавляю раздел persistence. То бишь, я указываю, что диски вверх persistent enable. Здесь будет раздел persistent. Дальше можно потом посмотреть, что persistence enable, что persistent volume claim и будут у нас генерироваться сторож класс, который мы используем и какое место, сколько места на диске выделять. Это, в общем-то, что касается брокера. Значит, раздел сервис вот такой. Так, поэтому сервис вот такой. Опять же, как у заказчика было, так вот и оставил. Ничего не менял. Так, volume permission. Значит, сервисы закрываем, external access закрываем, network policy по умолчанию enabled false, но я уже обжегся на этом, поэтому я сюда добавлю network policy. Так, network policy и явно запрещу. Почему обжегся, потом чуть позже расскажу. Там вообще цирк с конями, а не вьетнами. О, как стихами заговорил. Так, network policy здесь пока оставляем, закрываем. Volume permission. Запускается отдельный контейнер, который во всех волюмах, которые вы монтируете контейнеру. Первый раз, вот контейнеру Kafka, он просто устанавливает нужные права доступа. То есть, придет нужному пользователю, устанавливает чмот, как надо. И, в общем-то, штука полезная, не пренебрегайте этой возможностью, она, в общем-то, нужна. Дальше, сервис аккаунт по умолчанию create true, bug, false, метрики. В принципе, если вы хотите подключить метрики, можно metrics enabled и так далее. Здесь метрики мы сейчас включать не будем. Это не наша задача. Так, раздел provision нам не нужен. Это создание, насколько я понял, отдельных топиков уже в готовой кавке, когда она запустится. Там существуют топики со следующими правами и так далее. Поэтому сейчас, опять же, не наша тема. Мы не разбираемся, напомню, с кавкой. Раздел craft. Как я уже сказал, клиент почему-то не доверяет крафт. Пока еще не доверяет. Сказал так, крафт нам не нужен, поэтому disable ему дело. Хотя, крафт, говорят, вроде бы рабочий. Ну вот. Соответственно, он сказал, делай мне zookeeper. Я говорю, окей. Поэтому zookeeper enable true. Реплики три zookeeper. Между ними потом будут выбираться. Там тоже SSL будут подниматься и так далее. И у zookeeper тоже есть persistence, где мы указываем, что NFS storage, RedWrite once в данном случае, и 1 гигабайт мы выдаем под соответствующий persistence. Напомню, zookeeper это subchart subcharta. То бишь, у нас есть subchart Kafka, а в нем есть subchart zookeeper. То бишь, вот такая цепочка забавная. Соответственно, вот это values subcharta zookeeper в subcharta Kafka. Забавно, да? И, пожалуй, вот все. Этого нам хватит для того, чтобы запустить Kafka zookeeper без SSL. Забыл еще одну вещь добавить. Мы прибили гвоздями имя Kafka, но вот zookeeper мы не прибили. Это отдельный чарт. Соответственно, там свой собственный name override и full name override. Поэтому в zookeeper мы тоже добавляем имя, только не Kafka, а Kafka-zukiper. Я же не ошибся. У меня же английский язык, это же прямо песня. Ну вот, чтобы не ошибиться, будем копировать. Соответственно, здесь Kafka zookeeper. Таким образом, мы имя, имена подов, в том числе и в DNS, зафиксировали. Дальше, традиционно, мы при помощи хелм-темплейт должны будем проверить, все ли это работает. Так, хелм в namespace Kafka мы это будем делать. Темплейт. Дальше называем хелм-темп-кавка, дальше хелм-чарт-кавка-art-ssl и файл x-values берем из кавка-art-ssl. Он называется values-k1. Все это мы делаем в app.yaml. Вот тут очень удобно, вот сравнивают часто операторы и чарты, чарты и операторы. Вот чарт уже удобен тем, что мы можем увидеть, что он генерирует до того, как помещает это в кубер. В операторах я такого не помню. Итак, у нас application yaml, он сгенерировался, соответственно, ошибок у нас здесь нет, все нормально. Ну, сам application yaml мы потом будем с вами смотреть довольно часто. Когда будем искать ошибки. Так, у меня namespace Kafka, по-моему, нет, поэтому его создадим. И, собственно говоря, установим kafak. Господи. И установим хелм. Да, давайте смотреть, как это будет происходить. Так, поды. Namespace. Должен появиться где-то Kafka. И вот оно пошло. Смотрите, видите, у нас есть прибитое имя Kafka. Но дальше Kafka Broker. Брокер он сам добавляет. А Kafka Zookeeper это вот то имя, которое мы явно указали. Так, ну Zookeeper у нас стартанул. Там ничего вообще проблематичного быть не должно. Но это они тут лидера выбирали, выбирали. Ну, в итоге выбрали на самом деле. Файлы только нет, кавказу, кипер, бла-бла-бла, бла-бла-бла, sfc local. Наверное, на момент, когда запускался, он этого не видел, не было этого кода, и он выдал ошибку, что не могу подключиться. На самом деле, видите, вот он все тут. Все добавил, все сделал, все нормально. Они между собой там договорились. Соответственно, Zookeeper, Zookeeper сами по себе тоже должны были нормально стартануть. Но здесь у нас были ошибки, что он не могли подключиться к кому-то, пока его не было. Соответственно, здесь у нас, видите, никаких ошибок уже нет. В любом случае, все это запустилось. Оно, в принципе, работает, с ним будем дальше работать. Сейчас мы эту вещь удалим. Uninstall ему сделаем. И почистим Persistent Volume Claim за собой. Потому что они автоматом не чистятся. Давай, отваливайся уже. Все, удалились. И Persistent Volume Claim за собой почистим. И, в принципе, мы с вами готовы к тому, чтобы включать SSL. Ну что ж, на сегодня, я думаю, хватит мучений подготовительных действий. То есть, так, поляну мы подготовили, а уже возиться с SSL мы начнем в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok